Ну что, друзья, всем снова добрый, прекрасный день. Ну что, я продолжаю заниматься своими ребятками. Кому интересно, тот оставайтесь с нами. Кому неинтересно, кто занят, пожалуйста, занимайтесь своими делами. Никого не заставляем. Просто показываю то, что есть у нас. То, чем я занимаюсь. То, что доставляет, в первую очередь, мне радость. Так, ну что, ребятки мои в полном разгаре, бегают, играют. Кто-то помогает мне снимать, дергают мне треногу. Мультики включены для них. Вот, я занимаюсь ребятками. Помаленьку, по чуть-чуть, по одному, по два, по три. Как получается. По времени я ухаживаю за щеночками. Растем быстро, волос растет быстро. Уход должен быть ежедневным. Так, помощники, помощники мои замечательные. Поэтому, поэтому нужно уделять внимание. Так, что? В первую очередь мы каждый день делаем. Берем ватный диск и протираем глазки. То есть, с внешнего угла, на внутренний сюда. Раз, и протерем. То есть, мы убираем. Ну что, не хочу сказать, что это мы грязь убираем. Просто вытираем, просто умываем. Умываем ребенка. Потому что и волосики уже лезут сюда, вовнутрь. И где-то что-то может быть, какие-то, что там, пы, грязь у нас такой нету. Но, тем не менее. Берем второй, другой диск чистенький. И так же самое. С одного в другой. С одного внешнего угла на внутренний. Вот так сюда. Раз, и убрали. Все, проверяем. Вот, и вот так вот можно, да, даже убрать вот эти вот волосики. Продезинфицировали, поубирали, по... Открыли глазки нашему принцу. Это мальчишечка Черного Йорка. Мальчишечка Рокфорд. Красотуль. Так, что? Что хочу сказать. Замечательный мальчик. Мальчик стандартного размера. Такой плотненький мальчишечка. Поплотненький. Ну, вот такой вот он. Вот такой вот он хороший. Мы помыли попочку, да, подмыли все. Все, все, все замечательные вещи обязательно. Но они же присаживаются, поэтому, чтобы не было запаха, чтобы были чистенькие. Все, конечно, делаю. Вот. Так, гигиену попочки мы уже провели. Ушки мы подстригли. Ушки у малыша тяжеленькие пока, да? Ну, как сказать тяжеленькие? Ну, он покрупнее малыш, поэтому ушки можно, конечно же, клеить. Но, пока я этого не делаю, выжидаю, скажем так, жду. Что жду? Смена зубчиков у нас, да? Прививочка была. Поэтому, ну, может быть, там денечек 2-3 хочется мне еще понаблюдать, посмотреть за ним. Конечно, буду подклеивать, но буду еще смотреть, что, что, как он будет поднимать ушки. Вообще, ушки должны быть вот такими. Вот так. Я их обстригла, побрила прям практически вот, как видите, да? Они прям лысики-лысики. Вот, делаю, конечно, массажик такой вот понемножку, так понимать, чтобы дать понятие ушкам, что надо подниматься вот так, да, вот так, вот так. Они никак не реагируют, там, ребятки мои, там, что им больно или что-то еще. Нет. Так что, Масюнечка в шикарном волосе, просто шикарном. Прям такой богатейший, богатейший у него волос. Вот, вот такой классный-классный, чисто черный диорс, мальчишечка. Только вот, вот здесь, да и мой сладкий, вот здесь маленькая-маленькая такая полосочка, как будто она там затесалась где-то. Но, в принципе, эта белая полосочка потом может уйти, в общем-то, и ее не будет. Если это будет стрижечка, то, как таковой, там, может быть, какая-то точечка будет стоять, виднется, виднее, ну, будет видно, и все. Что далее? Далее. Мне нужно вот так немножечко боиться, конечно, потому что на столе, да, он напряжен, напряжен, видно, да, но никуда не убегает. Это тоже есть хорошо. Что, обстригаем тоже ему вот эти вот лапочки передние, да, пока тоже беру вот так вот, придерживаю, и вокруг лапки пошла, пошла, пошла. Будьте осторожны всегда, если вы этим занимаетесь сами, потому что там и ноготочки, и пяточки, да, поэтому надо осторожненько быть. Так, это убираем. И подбрею, конечно же, подушечки. Беру вот так, насколько он мне даст. Немножко, да, это как щекотно, скажем так, да, мой золотой. Все, все, убираю, убираю, убираю. Быстренько, быстренько, да. Мой золотой, золотой мальчик. Молодец, Рокфордик, умничка, молодец, ай да красавчик, молодчиночка, мальчик золотой, любимый мой, молодец, солнышко, молодец. Все, 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 вот так вот хвалим, разговариваем, и вот этот Мишечка сейчас покажем. Вот, готов, готов, вот, все, вот так вот мы выстригли, чистенько, вот, поэтому, ну, не нужно там вот между лап вот это вот лишнее. Вот даже когда обстрикаешь, сразу же другая лапка становится более аккуратная, более такая вот прям красивенькая, да. Ну, а зачем, скажи нам, как медведю топтаться, ну, она мешает им, что говорить. Вот, вот так достригу, когда ставим лапочку на твердую поверхность, видно, что где-то что-то мешает лишнее, да, мой золотой. Вот сразу видно, какая лапочка здесь аккуратненько, а какая здесь еще лохматушечка, да, почему золотой? Ну, потому что такой сейчас период, когда щенячка, они становятся такими лохматиками, да, то есть нужно уже и обстригать, и смотреть за хвостиками, за ушками. Чуть и мой золотой, да, вот так вот, да, еще вот эту лапочку мы тоже так обстрижем. Вот, вот лишнее, лишнее, видно, когда стоит лапочка на столе, да, на твердой поверхности, что лишнее, это видно. Вот, аккуратненько, аккуратненько, вот так вот, вот. Замечательно, мой зайчик, все, да ты умничка просто, да. Ну, вот так, с этого все начинается, конечно же, с того, что вот без конца и края то подмыли, то подчесали. То есть ребята не боятся ни воды, ни расчески. Ну, понятно, что это всему нужно приучать и делать ежедневно, и тогда у вас таких забот и хлопот, и таких проблем, скажу, как у меня с моим красавчиком мачо, не будет. Так, заднюю лапочку я тоже обстригаю, ну, потому что я вам скажу, что это достаточно проблематично. Собачка должна быть ухоженной, в полном порядке, элементарно вытереть глазки, убрать волосы с глаз. А когда собака этого не дает сделать, и что, что, ходить ей лохматой, ну, как бы нет же, вот. Поэтому с мачо у меня, конечно, особая беседа. Очень интересный мачо. Вот так, здесь так же самое, стригаем лапочку. Вот эти вот красивые, красивые лапочки, да, подушечки. И мой желатой, умничка. Жолотой мальчик, да, да, еще немножко, да, родной, да. Вот так, вот, молодец, молодец, умница, ракорт, красавец, молодец, зайчик. Ну, без фанатизма, да, сильно там прямо аж не заставляйте, если не хочется уже ему. Ну, потому что ведь это же только-только мы начинаем эти вопросики так делать, да. Вот, ну, чуточку, пожалуйста, вот тут вот я вижу, что не очень мишка свободен. Да, мишку освобождаем. Волос у Рокфорда просто потрясающий. Классный, классный. Такой прям мальчишка-мишка, ты мой сладкий. Все, тоже, вот, увидели мишку. Вот такая чистенькая лапочка, да, мой золотой. Так, подожди, что-то я вот тут вижу, мешается. Ага, все, все, все. Все, вот таким образом каждую лапочку, каждую, я не знаю, кто-то раз... Что такое, что такое, что такое, кто-то мешает маме. Ну, раз в недельку я точно этим занимаюсь, потому что очень быстро растут волосы у собачьих, да. Они становятся уже мешателем, вот, мешают. Поэтому становятся такие лохматушечки, я старалась, чтобы они выглядели хорошо. Ну, и вот это вот движение, да, по спинке всегда, то есть, любой расческой, и этой, и этой, вот. Они должны понимать, что это, ну, это им на всю жизнь. Конечно, если вы сделаете стрижечку, этого не будет, но до стрижечки, естественно, нужно, чтобы собачка не выпрыгивала, как мой мачо. А реально там можно было сделать хвостик, опять же, если это девочка, то чаще всего девочки оставляют хвостик с бантиком, да. Ну, если это мальчик, можно вот таким образом, да, ему тоже состричь, вот, чтобы ничего не мешало. Но, тем не менее, тем не менее, вот эти вот моменты, они должны быть. Я этим занимаюсь. Да, я кайфую от этого. Так, ну что, мальчишечка Рокфордик в поиске мамочек-папочек. Мальчишечка имеет документы, клеймо, будет полностью привит, пока стоит одна прививочка. После прививочки проходим гарантинчик, выдерживаем, и после всего этого отправляемся в новый дом. У кого мальчик заинтересовал, вы можете зарезервировать, забронировать, внести залог. Все мы обсуждаем, и ребенок растет для вас. Как только мы будем готовы, мы выезжаем в ваш дом. К счастью, к вам приедет. Мальчишка Рокфорд, черного ерка, чисто черного ерка, без перецвета, без перецвета. С ушками мы поработаем еще. Да, вот такие вот ушки у него. Красивый мальчишечка будет. Ну, буду смотреть, буду смотреть. Бывает такое, конечно, что ушки подвисают. Кто-то вообще любит, как говорила мне, одна женщина добрая, интересная. Веслоухова мне, ерка. Люблю, когда ушки опущены. Вот, но мы будем работать над этим. Еще рано о чем-то говорить. Вот, это прививочки, смена зубов. Так, ребятки, ребятки. Наполеончик, Наполеончик, солнышко, давай, не мешай. Вот, поэтому, кого мальчишечка заинтересовал, вот такой красавчик, мальчик будет плотненький. Ну, говорить по килограммам, это неверно, это не совсем правильно. Но, хорошо, предположим, мальчик будет 3-4 килограмма. Ну, то есть, вот, в таком вот примерно где-то весе он будет. Ну, опять же, вес, это немного относительно, да. Ребенок может быть толстеньким, плотненьким, коротенькие лапки, либо наоборот, высокие лапки, но худенький, стройненький. Вот, и вес будет разниться. Поэтому вес, это немножко относительно все. Но мальчишечка будет стандарт крепкий, стандарт не миник, стандарт хороший, крепкий мальчик. Это видно. У него плотный, вот плотная спинка, такая прям ровная, плотная. Попочка такая, сладенькая. Такой он весь вот, открытый, такой прям вот хочется его вот так вот так вот тискать, тискать. И не сломаете, и не повредите, и ничего. Поэтому вот такой прекрасный мальчик в поиске мамочек и папочек. Мальчишечка Ракфорд. Классный, классный мальчишка. Все, друзья, на этом я мальчуганчика еще немножечко подровняю уже без съемок. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Мальчишечка Ракфордик, мальчик черного йорка ждет своих родителей. Вот такое прекрасное чудо. Кому мальчик понравился, кому зашло в сердечко, вот этот принц, красавчик, пожалуйста, обращайтесь. Мальчишечка пока свободен. Но не упустите свои счастья. Обращайтесь. Слайбер, рецепт, телеграм, телефончик под видео. Все вопросики в личных сообщениях. Абсолютно все. Обсуждаю все в личных сообщениях. Все, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok